друзья приветствую вас на канале водный мир меня зовут дмитрий тетишин очень часто нам пишут в комментариях к наши видео про разные подводные компьютеры о том что дим ну какой же компьютер выбрать какие между ними отличия из чего вообще начать выбор своего подводного компьютера друзья в этом видео я вам расскажу про четыре самых популярных компьютера на рынке в россии на сегодняшний день и мы проведем сравнительный обзор этих компьютеров под водой посмотрим как показывает под водой экран какие есть минусы какие есть особенности какие есть плюсы в этих компьютерах и так сегодня у нас сравнительный обзор четырех компьютеров крессинепта скорпена альфа сунта d4 f и сальвимар диппер ценовая политика всех четырех компьютеров в цене где-то от 12 до 25 тысяч рублей да вы скажете что конечно дим разница между 12 тысячами 25 это разница в два раза но никто не заставляет вас покупать сунта или покупать сальвимар диппера можно остановиться на что на чем-то среднем как мы будем тестировать наши компьютеры в бассейне и так первонаперво мы все четыре компьютера мы погрузим под воду на глубину метр тридцать посмотрим как они включатся на какой глубине да то есть когда начнется уже отсчет посмотрим информативность каждого экрана компьютера посмотрим тактильные ощущения от нажатия компьютера в рукавицы 7 миллиметров и посмотрим как же работает механизм всплытия то есть когда вы всплыли как включается таймер обратного отсчета и так не переключайтесь итак обзор всех четырех компьютеров у нас все четыре компьютера на трубе крысин это сальвимар диппер сунта d4f и скорпена альфа посмотрим поближе на информативность каждого экрана стоит отметить что все компьютеры за исключением сальвимар диппера они все включились просто при погружении в воду и мар диппера нужно было включать принудительно на скорпине альфа нужно было принудительно включить режим придавинга смотрим что показывает на экране показывает вот у кресси у кресси показывает вы можете видеть количество нырков температуру время нырка и максимальную глубину на которой мы были и температуру воды экран компьютера альфа показывает про корм компьютер альфа показывает глубину на которой мы находимся время нырка максимальную глубину на которой мы были и температуру воды экран компьютера скорпина альфа показывает практически все те же самые показатели поэтому отдельно заострять внимание о нем не будем на видео номер три мы выключили подсветку у камеры и снимаем яркость подсветки в приборах значит скорпина альфа подсветка горит постоянно можно регулировать степень яркости так фунта подсветка бирюзовая видно отлично у солимар диппера к сожалению кнопки не работают после 80 сантиметров подсветка не включается и у кресси непто подсветка ну на мой взгляд одна из самых таких симпатичных сегменте вот хорошо все видно но целью мар немножко с кнопками подкачал на данном видео мы тестируем наши приборы на нажатие в рукавицы толщиной 7 миллиметров на крессе кнопки отлично переключаются хотя их и не чувствуется но переключается в диппере кнопки не работают сунта нажимаются но нет никакой обратной связи скорпина альфа отлично нажимаются есть и звуковой сигнал и самое главное если брать итак начнем пожалуй подводить итог самого простого компьютера который был у нас на тесте это солимар диппер компьютер с хорошим информативным экраном единственный момент конечно которыми не очень понравился то что не работают кнопки на глубине больше чем 80 сантиметров но с другой стороны возможно кому-то это и не надо то есть как компьютер совсем начинающего базового уровня рекомендую отличная вещь следующая у нас тесте по ценовой категории это кресси непто безусловно кресси непто заслуживает всяческой похвалы отлично большой экран хорошо читается также в крессе есть выбор соленой воды и выбор пресной воды это тоже не может не радовать ну и в принципе кресси отличный компьютер сам по себе и фирма хорошая так следующий у нас вариант идет это скорпена альфа скорпена альфа откровенно говоря мой фаворит в этом обзоре почему именно скорпена альфа во-первых в нем есть дайвинг он принципе кому-то он не нужен но если он есть то как бы почему нет это первое второе он перезаряжаем и это огромный плюс до возможно лет через пять батарейка будет совсем слабое его будет хватать там на час буквально но еще пять лет должно пройти то есть перезаряжаемые это тоже большой плюс третий вариант почему мне понравился в нем отлично чувствуется тактильное нажатие клавиши в толстой рукавицы мало того что он пикает в нем еще и стоит обратная связь вот то есть вы когда нажимаете на кнопку идет вибрация на кнопке и вы чувствуете даже в толстых рукавицах это тоже несомненный плюс и четвертое что мне больше всего понравилось и не только мне и моему коллеге который снимал видео вместе со мной коль привет а вот у коли зрение это уже как бы немножко подсажена от времени и он ныряет без линзы без значит диоптрийных масок он отлично на скорпение альфа отлично видел все показания на расстояние у ноут вытянутой руки и яркая подсветка это тоже большой плюс и при том ее можно и регулировать по степени яркости и последний момент который мне понравился в скорпении альфа это то что есть приложение который вы скачивает все на телефон это приложение синхронизируется с компьютером по блютузу и вот мы сегодня поплавали в бассейне поснимали и уже вот этот наше так сказать погружение она есть у нас уже в нашем логе в телефоне это плюс крыси к сожалению приложение есть но по блютузу связать его нельзя вот его только связывать можно через кабель sun to приложение есть но связать его тоже по блютузу нельзя по по причине того что просто нет блютуза то есть sun to приложение работает только либо через компьютер либо уже для более дорогих моделей ну с или марту тоже как бы все понятно краткий итог в том что любой компьютер хорош кому-то нравится синяя подсветка до кому-то нравится бирюзовая кому-то нравится белая главное помните о безопасности и не забывайте подписываться наш канал на этом заканчиваю до новых встреч пока